С докладом о проделанной работе и текущем состоянии дел выступил Игорь Родионов, директор Республиканского расчетного информационного центра. Роль нашего центра, она в первую очередь заключается в том, чтобы наше население получало качество обслуживания со стороны коммунальных служб. В данном случае сейчас это делают так называемые единые окна нашего республиканского центра. Принцип одного окна – административный механизм, при котором для получения необходимых справок и документов гражданин обращается в одну организацию, беседует с одним специалистом и заполняет одну форму заявления. Такая система позволяет освободить коммунальные предприятия от несвойственных им функций. Кроме того, избавляет жителей республики от множества квитанций различных коммунальных служб. Сейчас к системе одного окна уже подключены четыре организации – ЕРЭС, Тиросеплоэнерго, Водоканал и Тираспольтрансгаз. С начала следующего года, то есть буквально через полгода, в самих банках, где будут проводить платежи, поскольку будет введена единая квитанция, единый платежный документ, абоненту, человеку, гражданину не будет необходимости большое количество тех же книжек собирать, ходить с ними для оплаты и так далее. Отпадет эта необходимость. При этом прозрачность начислений и расчета в услуг на самом деле увеличится. Как отметил Игорь Родионов, в ходе работы над системой разработана платформа базы данных – Центральная информационная система коммунальных служб. Также для унификации основных республиканских справочников общего пользования создан единый классификатор адресов Приднестровья. Он будет хранить истории изменений по каждому адресному объекту. Единый классификатор адресов уже внедряется в коммунальные службы и доступен для скачивания на официальном сайте предприятия. Очень многие граждане, наверное, большинство граждан, они знают о своих обязанностях. Очень мало граждан знают о своих правах. Я сейчас говорю о льготах. Вот сейчас в РИЦе создан единый справочник льгот, где любой гражданин может посмотреть, какие это льготы, на что они распространяются, и каким образом будет произведен последующий расчет. То есть мы максимально стараемся повысить прозрачность в коммунальной сфере. Всю информацию о столах, справках и оказываемых услугах также можно найти на сайте Республиканского расчетного информационного центра. Как отметили на заседании, в дальнейшем сайт планируют развить до уровня портала для удаленного доступа граждан и получения информации по приборам учета, оплате и сумме долга. Ирина Полесик, Александр Шатайло, Первый Приднестровский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова